все народ наберется так ставим журнал не пришла это повещение посмотреть народ есть кто живой кура привет наконец-то еще народ наберется побольше это короче старенький журнал где ты еще у нас да уступал слушай это мы с 34 сад садовом к и он еще тогда не отдам был чё переверни телефон давайте не доставь давайте так перевернем все он так вот так это короче читаю какие-нибудь адекватные вопросы слушаем аркадий все подряд читать не буду так народ потише чё погнали адекватные вопросы на сушке стоит ли приседать на 12 или на силовых можно блин лучше конечно держать силовые показатели до последнего но нужно ориентироваться и на состоянии здоровья то есть если там какие-то может травм были ли микротравмы они на сушке как правило с потери жидкостью да они дают о себе знать поэтому нужно как бы подконтрольно все если ваши связки и там мысли позволяют приседать вот то есть и сила прет то почему бы нет а если вы испытываете какие-то проблемы какие-то старые права не дают вам это делать я думаю что зачем испытывать судьбу на прочность как говорится то есть цена этого может быть слишком велика поэтому я думал что может стоит и поберечься то есть как бы все индивидуально конечно техника должна быть первую очередь на высоком уровне очень много зависит от нее очень часто вопрос масса ног от какого количества повторений растет да я думаю что масса ног зависит от разного количества повторений почему потому что все люди разные и рождаются с разным соотношением красных и белых мышечных волокон вот соответственно если у человека допустим процентом соотношения в белых мышечных волокон больше вот но значит соответственно нужно и тренировать эту эти волокна чаще мощности тонировки должны преобладать больше имеет силовую направленность а вот и если например Например, при обладании идет красных мышечных волокон больше, значит вам больше подходит пампинговый метод наращивания мышечной массы. Но однозначно нельзя забывать и про тренировку других мышечных волокон. Это для максимального, как говорится, развития объема. Как-то так. Я нашел, я выяснил, что мои ноги откликаются больше на силовой тренинг. Поэтому, значит, наверное, я так думаю, что у меня белых мышечных волокон в ногах, именно в мышцах бедра, ну, наверное, в процентном соотношении больше, раз мои ноги откликаются на силовой метод лучше. Есть, как говорится, другая теория. То есть бедро, эта мышечная группа очень крупная. И, соответственно, для того, чтобы проработать максимально до самых костей эти крупные мышцы, ну, не получится маленьким весом. То есть, выполняя маленькими весами, как говорит Вячеслав Угринов, это просто погонять кровь туда-сюда. То есть, нужна силовая работа, именно для того, чтобы проработать все слои мышечной группы до самой кости. То есть, вы берете, грубо говоря, там 50 килограмм, работает самый поверхностный слой мышц. Он справляется с этой нагрузкой. Дальше берем 50 килограмм. Этот слой уже не справляется. Подключаются слои глубже и так далее. До максимального веса вы проработаете абсолютно полностью ваши мышцы. Аркаш, слушай, вопросов очень много. Я выхватил один. Смысл в чем? Как внутреннюю часть приводящей, вот, и... Ну, внутреннюю часть бедра увеличить. Потому что, в основном, многие страдают и спортсмены, выходящие на сцену, и вообще, многие... Внутренняя часть бедра отсутствует, так скажем. Как с ней бороться? Я понял. Конечно, очень многое зависит от генетики. То есть, от строения мышечных волокон, да, куда они крепятся, там, и так далее. Но можно все равно компенсировать выполнением определенных упражнений. Я очень хорошо развил внутреннюю поверхность бедра за счет таких упражнений, как выпады. То есть, многие ребята, выполняя выпады, чувствуют, как работает, скажем, у них бицепс бедра, там, или еще там что-то, да. Я именно хорошо чувствую, ну, естественно, квадрицепс, но и очень сильно я чувствую, как работает именно приводящая мышца бедра. Вот. И на следующий день болит у меня мышца не квадрицепс и болят после такой тренинки, а именно внутренняя поверхность бедра и ягодицы. Вот. Поэтому выпады нужно делать обязательно. То есть, если вы хотите накачать большие ноги, вы должны долбить ноги, нагружать, нагрузку, да, давать со всех сторон, со всех сторон. То есть, не только спереди на квадрицепс или на заднюю поверхность бедра, но и на внутреннюю. Тогда вы накачаете с каждой стороны, там, по чуть-чуть, и уже визуально будет объем ноги достаточно приличный. Поэтому долбите максимально разнообразными упражнениями. Не упирайтесь только в одни приседания, там, и тяги на прямых ногах. Разные упражнения, разное количество повторений. Я думаю, что это все пойдет на пользу. Почему сводят мышцы ног после тренировки? То есть, честно, у меня абсолютно такая же ситуация. Я после каждой тренировки ног очень жутко сводит квадрицепс. Вот. Если я выполняю выпады, очень жутко сводит и внутреннюю поверхность бедра, и ягодицы. И жопу, блядь. Да, да. Вот. Ну, не знаю, наверное, может, ответная реакция организма, то есть, именно на растяжение, на полную хорошую амплитуду, да, то есть, мы выполняем упражнения, оно, как бы, растягивающее такое, и, соответственно, потом волокно старается стремиться вернуться в свое, как бы, положение. Ну, и, конечно, тяжелая тренировка, она сопровождается потерей, ну, минеральных каких-то веществ, поэтому без, допустим, кальция, магния мышца, они просто теряют свойства, она не имеет возможности растягиваться, вот. Поэтому у нее и происходит сокращение. Короче, нарушается электролитный баланс, да, то есть, его нужно восстанавливать. Еще, знаешь, что хочу добавить? Я замечал, когда добавляю много кардио, эта проблема уходит. Не замечал, вот, когда на массе, да, многие делают, блять, потом вообще ад с ногами. Когда добавляешь кардио, меньше начинают мышцы сводить. Такое впечатление, что они, как бы, раскисляются и быстрее восстанавливаются, электролитный баланс и воду пьешь, да. Вот если просто тупо закончил тренировку и пошел, там буквально стоит где-то посидеть, встаешь и все, труба. А вот если делаешь кардио, пьешь воду и после именно тренировки, ну, уже меньше намного. Не замечал такое? Да, да. Почему, видите, вот, как важно именно делать кардио? Мы же неспроста говорим, то есть, многие вещи мы даже не можем, ну, как бы, объяснить, да, там, с научной точки зрения, вот. Но кардио, оно действительно очень полезное и работает на благо вашего организма абсолютно по всем фронтам. Это и работа сердца, и быстрый обмен веществ, что позволяет вам много есть, соответственно, больше набирать. Это и восстановление, потому что сердце качает, вот, идет интенсивный приток крови, кислорода, отток у продуктов распада и, в общем, одно за одним там происходит, там целая фабрика, завод работает, вот. И, ну, то есть, одна польза, и никакого, никаких минусов. Про жим вниз головой много раз что-то спрашивали. Вот мы сегодня делали, вот, с широкой, да, широким хватом. Расскажи, твою практику с жим вниз головой на грудь часто используешь? Что от него, как бы, хочешь получить, там, или, знаю, ну, общую какую-то информацию? Значит так, я, как бы, на каждой тренировке, ну, каждая тренировка груди у меня разная. То есть я на одной тренировке делаю уклон на верхнюю часть груди, на другой тренировке я делаю на центр, и на третьей тренировке я делаю упор на нижнюю часть груди, да. То есть положение угла, вот, там, при выполнении, там, упражнений со штангой или гантелями, это задает работу по периметру, да, по всей площади груди. Вверх или вниз смещается нагрузка, вот. А также есть варианты, когда мы можем сместить не только сверху вниз, да, но и снаружи, вовнутрь, вот. Это задается именно положением хвата, там, ширины. То есть, если пошире или поуже, то тоже смещается нагрузка. Вот, я знаю, если я беру пошире, то у меня хорошо, подключается именно внутренняя поверхность груди, и на следующий день прям она хорошо припухает и болит. И, естественно, как бы я вижу положительную динамику и прирост в этой части. Вот, что бы еще хотелось сказать. А, ну, так как я говорю, так как у меня мышцы в груди нет, допустим, какого-то там определенного участка, который бы преобладал, да. Поэтому я тренирую, мне не хватает вообще, в принципе, общего объема груди, поэтому я использую все упражнения. Я использую и брусья. То есть, если у меня идет упор на нижнюю поверхность груди, да, то я делаю, могу сделать сведение рук в кроссовере как разминочку, затем сделать брусья, вот, и затем еще сделать жим штанги вниз головой, вот, широким хватом. Ну, то есть, брусья как бы узким хватом, а штангу широким хватом. Ну, и потом уже пошел там в центр, либо вверх груди, вот. Вот такие брусья. Есть и верхняя часть груди, то делаю сначала либо разводки на наклоны, либо пуловер, затем перехожу к жиму штанги, либо гантелями. То есть, ну, как бы всегда по-разному. Но однозначно есть сначала какое-то небольшое предварительное утомление. Ну, компрессионное белье где-то используешь. Ты вот говорил уже сегодня, да, про варикоз и то, что стимуляция вен нужна, да, не только как бы мышцами, да, но, ну, одевая компрессионное белье, получается, что вена находится между бельем и между мышцами, да, то есть с двух сторон идет компрессия. Как к этому относишься, используешь или нет? Ну, у меня нет вот такого опыта использования. Я стараюсь, ну, как бы другими способами. То есть, ну, в тот момент, когда я ношу лосины, ну, я преследую другую цель. То есть, я как бы тренирую ноги и хочу, чтобы мои ноги сохраняли тепло, ну, не реагировали там ни на какие сквозняки, чтобы постоянно находились в тепле, потому что я работаю с тяжелыми весами и в этом как бы заинтересован в безопасности. Вот, компрессионное белье не использую. Вот, ну, теоретически, как бы, можно предположить, естественно, что оно помогает, но есть разные стадии варикозного расширения вен. И я думаю, что в моем случае это будет не так важно. Вот, то есть, у меня не такая уж и сильная проблема. Вот, и обычным кардио, и подъемами на носки, и исключением из своего рациона, ну, скажем так, большого количества сладостей, да, там, вот. Мне очень хорошо это помогает, и я даже на большие промежутки времени просто забываю о своей проблеме, если все делаю правильно. Если, конечно, я начинаю, грубо говоря, ложить на это, да, то проблема начинает давать о себе знать, и если ничего не предпринимать, то она начинает развиваться. Вот, поэтому, если испытываете какие-то проблемы, не обязательно там с варикозом, ну, там, плечи болят, там, еще там что-то, да, не ложите на эту проблему, постарайтесь выяснить, в чем проблема, и устранить это все, и следить за этим. Грыжи, протрузии есть, и если есть, то что, если нет, то, в принципе, общее знание по, как с ними бороться, можно ли тренироваться, можно, что, как. Есть, все есть. Есть грыжи? Они и везде, если я сделал МРТ поясничного отдела, у меня одна грыжа, там, какая-то, шморля, три протрузии, вот. Ну, честно говоря, я даже не знал об их присутствии, потому что, ну, они мне не беспокоили, поясница у меня никогда не болела, потому что я все время... Закачано, да? Да, я все время качал вес, я все время делал гиперэкстензии, иногда становые, вот. Ну, однажды в 2014 году, вот, я имел такой опыт, то есть, я не тренировался после соревнований целый месяц, а потом начал входить в режим, ну, естественно, после отдыха поперли веса, то есть, все связочки, мышцы восстановились, вот, и... А мышцы ослабели, то есть, я начал нагружать, вот, там, делать трапеции, там, что-то, вот, и у меня сразу начало, ну, получилось ущемление, то есть, мысли, длинные мышцы спины ослабли, и пошла нагрузка на позвоночник, и грыжа защемила седалищный нерв, вот. Вот, и, конечно, тогда мне пришлось пойти сдать томографию МРТ, да, вот, и которая показала, что у меня есть проблемы, вот. Я думаю, что в этом, не только проблемы в этом отделе, но и в шейном у меня есть, и в грудном отделе есть, потому что я, как бы, это чувствую, вот. Поэтому, конечно, сбавлять нагрузки после соревновательного сезона нужно, чтобы организм, дать организму отдохнуть, но полностью, полностью нельзя сбрасывать тренировки, это, я вам говорю, из личного опыта, вот, чтобы избежать вот таких вот травм, которые совершенно вам не нужны. Так, ребят, смотрите, про предыдущих спонсоров, я думаю, неуместно ничего говорить, у Аркадия новый спонсор. Он, на самом деле, на рынке, она уже 15 лет, эта фирма называется Binofarm, она раньше специализировалась на адаптогенах, на энергетических напитках, но для таких спортсменов, которые проходят допинг-тесты, то есть это олимпические виды спорта, как хоккей, там, футбол, командный, где слово, волейбол, там, и тому подобное. Вот, но последний год они начали задумываться о производстве именно спортивного питания, вот, уложили очень много денег, средств, и у них все получилось, потому что все сырье, во-первых, европейское, во-вторых, все продукты делаются на фармацевтическом оборудовании, поэтому вся продукция высшего качества, а ценник более чем адекватный, поэтому, ребят, пробуйте и делайте свои выводы, оставляйте комментарии по этому поводу. Коммерческая тайна, правильно? По поводу контрактов, я думаю, никто вам этого не скажет, так что будьте медийными, будьте чемпионами, и считайте свои деньги от своих спонсоров, я думаю, это некорректный вопрос, какие там дивиденды и прочие дела, правильно? Так, давай еще пару вопросов коротких, вот все-таки по пояснице, да, спрашиваю, часто ли девушь гиперэкстензию? Ребят, если была бы возможность, то есть, как бы, да, подходящий станок, который я очень хорошо чувствую, это именно вот горизонтальная гиперэкстензия. У нас есть, кстати. Да, у вас она есть. В обычных фитнес-клубах, залах, упрощенный вариант, он вот такой, в котором, ну, лично я не чувствую, как нагружается моя поясница, я чувствую только напряжение в коленных суставах, и у меня такое ощущение, что у меня сейчас в один прекрасный момент вывернутся, а не наизнанку. Вот, но когда я прихожу в зал, в котором есть вот эта вот горизонтальная гиперэкстензия, то я стараюсь оторваться там как можно сильнее, и вот, потому что очень хорошо я там чувствую именно мышцы разгибателя спины и никакой нагрузки на позвоночник. Вот. Что касается вопроса, да, по грыжам и протрузиям, там, профилактика и все остальное, те люди, которые имеют большой вес и занимаются с большими весами, необходимо плавать в бассейне. Почему? Потому что в бассейне немножечко другая, как это, гравитация, что ли. Вот. То есть, там разгружается позвоночник, мышцы работают, а позвоночник отдыхает в это время. Поэтому отдыхать нужно не только мышцам, связкам и нервной системе, но и позвоночнику тоже. Поэтому те люди, которые имеют проблемы там с грыжами, ущемлениями и всем остальным, необходимо несколько раз в неделю обязательно ходить в бассейн и плавать, плавать как можно дольше. Так, ну, народ хорош, наверное, на сегодня. Нам нужно ехать кушать. Я вам открою один секрет. Завтра мы с Аркашей опять на связи в Перископе. Съемки, я не знаю, будут или нет, но в Перископе мы появимся. Мы завтра тоже тренируемся. Вот. И днем выйдем в эфир. Так что давайте. До новых встреч. До завтра. Да. Следите. И все увидите. Да. Все, пока. 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 Пока.